Девятиэтажка на улице 60 лет октября появилась одной из первых крымской столицы в 1974 году. За это время придомовая территория пришла в негодность. Повсюду ямы, выбоины и прочие последствия почти полувековой эксплуатации без единого ремонта. В грязное время, когда дожди, когда снега, лужи замерзают, мы по этим лужам прыгаем, скачем. Ну, в общем, пожилым людям тем более тяжело с нашими уже нездоровыми ногами. За это время для некоторых жильцов история старого асфальта стала личной. Татьяна Самиляк рассказала, как несколько лет назад ее мама погибла, поскользнувшись на замерзшей луже. Поскользнувшись на участке гололеда, вот там, напротив первого подъезда, она упала на спину, ударилась затылком о цемент. Вот забрали ее сразу же по скорой, трое суток в реанимации. Она из комы так и не вышла. Теперь добиться ремонта для Татьяны стало делом принципа. Больше всего жильцов проблемной многоэтажки поражает, что реконструкция придомовой территории в этом году запланирована возле пятого и седьмого подъездов. Однако асфальт возле одного из них и так в хорошем состоянии. И когда сейчас говорят о том, что он опять попадает якобы в программу ремонта, то, вы знаете, ну просто это не удивляет даже. Это вызывает шок. Вот просто шок. Неужели никто не удосужится прийти и реально посмотреть на состояние? Как признают депутаты, проблем на этой улице действительно предостаточно. Ремонт асфальта требуется от третьего подъезда до тринадцатого. По словам депутата, ситуация на контроле. Мы взаимодействуем постоянно со старшими по дому. Есть прямой контакт, есть понимание ситуации. Поэтому вместе с течением времени, я думаю, и надеюсь, мы решим все эти вопросы. На улице Миллера состоянием дороги довольны. Там другая история. Многолетняя вражда между соседями. Одна из жителей с многоэтажки занялась ЖКХ-артом. Тут и лебеди, и грибы, и всевозможные горшки с цветами, сделанные из подручных материалов. Такую инициативу местные жители не одобряют, ведь любоваться творением женщины можно лишь издалека. Всех зрителей пенсионерка прогоняет. Больше всего из-за своенравного характера от дизайнера-самоучки достается детям. Я даже если все поломаю и уберу, вы здесь играйте, вы не будете. По каким причинам? Собери на кухню и потяжи. По каким причинам? Ты что, больная? По каким причинам они здесь не будут играть? Это их двор. Такие конфликты продолжаются уже несколько лет. Противница самодельных украшений Наталья рассказывает, очень часто становится невольным свидетелем и слушателем, как детей просто выгоняют с этой площадки. Здесь редкий день проходит, чтобы не были слышны маты, оскорбления. Даже в сторону то ли родителей, то ли самих жильцов. Что зачем, что вы творите. Если вы делаете это на благо кого-то, получается, что только для себя. Если вы делаете на благо детей, почему вы детей в грубой форме отсюда, вы что, меня не слышите, вы что, хотите проблем, вы что, зачем? Если местные жители считают, что причиной конфликта становится благоустройство дворов, то необходимо обратиться в департамент административно-технического контроля Симферополя. Регулярно в наш адрес поступают обращения от граждан, от юридических лиц, в которых указывают на неправомерное размещение тех или иных объектов. Специалисты департамента осуществляют выезд на место, проверяем законность, правомерность размещения. В случае подтверждения неправомерного размещения объектов подготавливается акт обследования, который направляется в комиссию по демонтажу, сносу неправомерно размещенных объектов. Эти две истории показывают, как важно уметь договариваться со своими соседями и требовать от властей решения проблем. Иначе это может приводить к конфликтам или даже к несчастным случаям. Яна Ютрюк, Артур Хороший, служба новостей и ТВ.